здравствуйте марина в курсе что сегодня будет происходить я нет какие-то склоки подлоки которые что-то там те молчат эти не говорить мне это если честно очень нравится день будет полон сюрпризов вы наверное знаете в греции очень много подводных городов до сегодня у вас будет возможность увидеть один из них но сюрпризы не заканчиваются сюрпризы сегодня будут для ребят для алины и для андрея андрей вчера когда мы были на корабле ребята пришли к такому выводу что у тебя все-таки трепется внутри какие-то чувства к алине и я приняла решение что бороться за сегодняшнее свидание с ней ты будешь вместе с участниками если вызов не брошен я его приму но насчет от этого момента любишь ли ты алину моя любовь к ним же прошла давно давным-давно я буду участвовать вместе с участниками но я не хочу уйду свидания солен я думаю это было просто отговорка если бы он выиграл он естественно бы пошел алина сама выберет с кем ей идти на свидание и я в этом выборе участие принимать не хочу я думаю если чувак за 10 лет знаком с соленами еще не сделал ее своей супругой тогда я думаю он просто неудачник и ничего не получится никогда в жизни присоединись пожалуйста к ребятам я расскажу правила игры правило следующее у нас есть две лодочки прежде чем вы подойдете к ним вам нужно будет разделиться на две команды после чего вы ловете по правую сторону в открытое море там вы увидите буйок возле буйка вам нужно будет остановиться и быстро нырнуть на самом дне лежит амфора с вино кто первый добудет амфору тот и победил кто быстрее не знаю и наверно пиратчами подумала кобиды был не андрей правило ясно да я верю что у меня с ней роман я верю в свой роман каждый верит свой роман роман верит свой роман антон верит свой роман сергей верит свой роман иначе нас бы здесь не было это потому что хочу забрать алину но честно я чувствую что очень скоро может я просто сюда свалю потому что мир все уже достало на самом деле но мужчину на его плечи должны ложиться какие-то серьезные моменты какие-то решения принятие решений конечно же это большой плюс мне кажется каждая женщина хочет видеть это в мужчине поступки и действия ему хорош я вижу рядом мужчину который целеустремлен для которого какие-то трудности это не остановка это только этап который просто нужно перешагнуть сделать выводы конечно он должен быть сильным конечно он должен уметь видеть главное лодка наша была быстрее мы приплыли немножечко раньше за счет этого у нас было преимущество понимаешь у нас не соревнований соревнованиях есть пистолет есть четко на старте марнии марш выстрелил и ты погнал а у нас именно состязание это когда будет этот старт решаешь ты сам или раньше времени стартануть или увидеть как кто-то уже дернулся или успеть проявить этот огонь и смекалку я смотрю что уже серега нырнул команда которая против нас она уже вся нырнула я как обычно думаю что же мы так лоханулись и потом уже получили и спрыгнули но мы оставали где-то на метров 20-30 от ребят я вообще стал самым последним потому что власты мне мешали и когда серый доплыл я думаю ну сейчас он точно нырнет и с первой попытки заберем ребята не получилось донырнуть до дна потому что там метров 5-6 сильная одышка и нехватка кислорода в организме и они ныряли на 2-3 метра и всплывали обратно мальчики в детстве играют в игры да когда они вырастают они играют в те же игры они тоже что-то завоевывают где-то ставят свой флаг свое знамя и важно чтобы в жизни с возрастом мужчина этого не терял до чтобы он хотел быть победителем и чтобы он таким себя ощущал что все кричат о это глубоко так это я думаю у меня есть шанс набирая воздуха и просто одним движением как стрела я пошел на и победу в моих руках пока я доплыл рома уже стоял сам рома еще пошутил вид хотите еще одну достану опять нырнул и достал еще я очень расстроен у меня не получилось к сожалению я приплыл первым но у меня не настолько крутая подготовка я не знаю типа вот говорят типа рома там лучшие типа да вот если мы сегодня вечером набью как ты думаешь я буду лучшим или худшим или кто бы у нас будет чемпионом я лично здесь для того чтобы забрать алину ну что олежка где амфора рома молодец молодец конечно победил сильнейший он так считает а ты как считаешь я просто ничего не понял сейчас я приплыл первый но нырнуть глубоко не смог алиночка привет привет но я поздравляю тебя дорогая моя подруга испытание выиграл андрей с чем же ты меня поздравляешь тогда с тем что мы можем похохотать посмеяться и представить какой он устроить себе свидание это шутка я шучу это был не он да это я пошутила я делала ставки на свято и на рому потому что они лучше всего ныряют и выиграл рома новость хорошая новость хорошая ты обрадовалась мне рада я обрадовалась срома еще меня нет отношений у меня от того что я не могу нормально общаться но если я вижу что хоть что-то какие-то краткие моменты общения я теряюсь за того что он общаться с кем-то другим у меня это злит но он такой он меня задевает где-то ему то нравится мне нравится в нем что он может меня вернуть вот с плохого состояния в хорошее что он неоднократно доказывал и делал мне нравится что я как маленькая злюсь на него не хочется мне хочется с ним побыть наедине когда я ехал на свидание с ромой принципе я ожидал увидеть только ром и подъезжаем в бухточку я еду и смотрю на берег и пытаюсь найти его глазами смотрю смотрю нахожу сначала женский силуэт потом понимаю что это снежана я решила поговорить с алиной потому что именно сейчас настал тот момент когда она на мой взгляд начала испытывать настоящее чувство и сразу же закрылась потому что ей страшно потому что она не привыкла доверять мужчинам и хочется убежать от своих настоящих эмоций я хочу и объяснить что очень важно быть собой открываться и смело идти навстречу истинным чувствам здравствуй русалка красиво выше мне свидание не делается я рассчитывала увидеть не вас даже причем то что я рада ну и на самом деле не понимаю почему я с вами они с ромой почему не со мной потому что хочется быть с ромой на корабле мы посмотрели с ним рассвет как-то только начали общаться и они сразу их уехали на испытание и потом я узнала что-то чем победил думаю ну все это точно все сошлось с самого утра сегодня провести день с ромой а если бы утро началось геруса ты бы ждала вечером не может а если бы утром чашкой кофе к тебе пришел антон вы сейчас склоните к тому что в принципе мне не важно с кем провести сегодняшний вечер ты мне напоминаешь девочку которая пришла в магазин и примеряет обувь и ты не знаешь что ты хочешь выбрать ты хочешь выбрать обувь для дождя или ты хочешь выбрать зимнюю обувь чтобы ходить по грязи или ты просто хочешь выбрать красивую обувь чего ты хочешь на сегодняшний день сейчас я с тобой сижу здесь за этим столом а не кто-то из них потому что они прошли гораздо большее преодоление для себя чтобы оказаться рядом с тобой чем ты ты ехала как принцесса красиво в карете но я тебе хочу сказать у тебя мало времени потому что если ты сейчас не начнешь думать иначе то твоя карета превратится просто в тыкву у меня нет такого прям под задачу оставить свое сердце с кем-то но если я этого не почувствую этого не случится такой насильственной задачи у меня не стоит внутренней и собственно сделать глупый выбор сердцем не задействовав в этом сердце никогда не обманет тебя это единственный орган который поможет тебе сделать самый правильный выбор как только ты начнешь думать тогда ты почувствуешь что это не то или не так ты начнешь искать поводы для того чтобы убежать от этого и ты ищешь их мне казалось что я мне будет проще и что может быть сложного это же круто когда есть парни которые за тебя борются но я столкнулась с тем что мне тяжело и сплывают на поверхность те стороны характера и те минусы которые мне в себе не нравятся мы с тобой говорили очень много раз и каждый раз ты говоришь я хочу чтобы меня обижали я хочу чтобы меня обожали я хочу чтобы меня обожали вот тебя должна любить и обожать мне очень хочется чтобы меня любили ты говоришь как потенциальная звезда и хочется чтобы ты им нравилось вот то что я вижу с ними разговаривать как с поклонниками хорошие отличные вы молодцы и хорошие да спасибо вам и вам спасибо я молодец я добрая девочка видишь почему я иду тебе на уступки например стынет хорошо ты отвечала себе на вопрос для чего тебе нужен этот проект конкретно я хочу избавиться от комплекса я не хочу чтобы мужчины больше не завоевывали я хочу сама управлять своей жизнью я хочу быть звездой мне не нужны мужчины не нужно чтобы они не нужны мне нужно чтобы они были моими поклонниками я не хочу их допускать свое тело и душу ну это же нормально бояться такого когда это не просто покупка не знаю новой кровати тумбочки в коридор я боюсь как-то я не знаю сделать себе больно вот это твое ключевое слово боюсь 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 ты никогда не примеряешь до конца ты не открываешься я мне кажется очень думаю о каждом и даже чересчур и забываю о себе как раз таки о своих желаниях и это происходило на проекте неоднократно и когда я не могла жестко ответить тем самым наверно хуже делая себе этому человеку я не буду становиться жестко стервой я не буду я не смогу у меня другая натура и воспитание так секундочку вылазь из своей рабочей мысли честно вот так вот и если мое поведение является честным как мне врать и здесь сейчас или что на этом проекте так же я поступаю к мальчикам я не считаю их мясом я не считаю их нелюдями какими-то я не считаю что они мне что-то должны и я никогда не ставила такую позицию и я как нормальный человек могу где-то закрываться могу где-то вести себя странно менять точку зрения это абсолютно человеческие качества и абсолютно нормальное поведение если ты будешь честной в первую очередь с собой если ты будешь искать то что нужно тебе они тебя полюбят в любой ситуации понимаешь потому что ты сможешь им доказать что это только ты а не твоя маска или милая девочка или добрая добрая алина которая переживает за других людей я не пытаюсь одевать маски в том-то и дело я я не чувствую это так как как человеку быть более естественным я просто не понимаю как как быть более собой если есть какая-то травма где она она внутри меня это какой-то период жизни который был мне для меня сложным потому мой развод это какая-то там нереализация в чем-то в работе это не вера в себя и метание то к тому что тебе говорят делать там родители любимый человек и то что хочешь делать ты и потом когда ты выбираешь эту сторону которую как бы тебе навязывают и не получаешь мне счастье то это очень не опустошает это вот ошибка когда говорят там но часто там девочка мама что главное чтоб тебя любили главное чтоб тебя а не ты у меня были отношения и когда я разбиралась в голове прошлые отношения я поняла что я в этих отношениях любила не человека а отношение человека к себе я боюсь вот такого повторения мне хочется чтобы это было обоюдно очень взаимно пазлики у тебя есть возможность здесь понять кто ты такая и чего ты на самом деле хочешь а ты пытаешься понять чего хотят другие люди от тебя больше не так сложно чего-то сейчас мне кажется что таких ситуаций как у меня очень много много девочек которые где-то разверились себе где-то не верят что они могут повторить какие-то моменты очень яркие теплые своей жизни даже не предполагают что еще может быть каких-то много историй красивых в жизни любви девочки которые там после разводов которые не верят в себя которым там родственники навязывают что-то общество навязывает что-то что они использованы никому больше не нужны то есть разные девочки которые переживали что-то подобное что я и мне кажется что совсем можно справиться я каждый того кто то их переставал что вы хотите это не существенное слышно я это не Продолжение следует... Я нырнула и плыла, просто не думая вперед, потому что я понимала, что уже свиданий с Ромой не будет.